итак всем добрый вечер мы с вами сегодня встретились о том для того чтобы поговорить о компонентах bootstrap меня зовут алексей тарасов в двух словах bootstrap это просто набор готовых css классов подключая которые к вашему чтим и файлу к чтим и страничке вы становитесь обладателем потрясающих его возможностей и вот наша с вами задача сегодня поговорить о том какие компоненты могут использоваться в самом bootstrap ну давайте сразу оговорим что называется компонентами потому что у каждого может что-то свое в голове всплывать мы под компонентами будем понимать некоторые сверстанные фрагменты html кода которые оформлены в едином стиле со всем фреймворк фреймворком вместе единым цветовом стиле где на таком органично и которые содержат разработанные специально для них java скрипты если вы хорошо изучали или знаете html то вы наверняка помните что например в html 5 появился там компонент он называется input type color это компонент для выбора цвета или там есть компоненты input type date это обычный чтим элемент новый свежий который позволяет выбирать дату какая основная беда когда мы работаем с этими компонентами проблема в том что они работают в одном браузер хорошо в другом могут вообще не работать еще от версии браузера зависит и когда мы создаем компонент нативный вот такой input type date у нас выбор даты идет по принципу кто в лес кто по дрова а вот такие библиотеки как bootstrap они позволяют заранее реализовав определенный компонент хитрый часто используемый его использовать на практике я напомню что по-прежнему главной страничкой с которыми мы будем с вами работать является страничка get bootstrap.com поэтому если вы хотите не только слушать я призываю вас открыть эту страничку и перед глазами и держать ну а если хочется просто послушать никто не мешает просто понаблюдать о том вообще о чем будет разговор теперь следующий момент какие компоненты у bootstrap а есть в лаличии раз и о чем еще раз мы сегодня будем говорить раздел с компонентами находится в главной менюшке bootstrap а горизонтальный под названием компонент забирайтесь сюда тыкаете и перед глазами возникает вот такая вот замечательная вещь глиф айконс drop downs button groups в тот момент когда вы не знаете bootstrap а вы можете испытывать некоторую неловкость при рассмотрении название этих компонентов и так далее но когда вы уже с ним познакомились честно признаться становится даже немножко скучно и думаешь и все и все так вот краткий пересказ прошлой серии и того что я уже отснял на ютюбе что есть в открытом доступе глиф айконс маленькие значки которые можно прикреплять нашим приложением drop downs это что выпадающие менюшки которые вам не хочется делать вручную с нуля хотя хотя это хороший уровень создать drop down менюшку по всем правилам но у некоторых нету время а у некоторых нету желания когда у вас когда вам сваливается проект который нужно сделать через неделю я уверен что вы не будете заниматься созданием выпадающего меню ручную с нуля вы возьмете что-то подобное дальше button group группы кнопок button drop down это когда несколько кнопок идут в ряд и можно сделать так чтобы опять же было выпадающее меню на вс это фрагменты навигации это может быть табуляция или табуляция с выделенными цветами бред крамс это ну все должны помнить название хлебные крошки что такое хлебные крошки несколько ссылочек горизонтальных в начале основной части колонки страницы показывающих где же мы с вами находимся стиле для них тоже есть честно признаться когда вебинар за задумывался я назвал его и компоненты bootstrap а но я не имел ввиду что речь идет о этих компонентах вот об этих почему потому что большинство компонентов которые мы сейчас смотрим это просто статичная верстка давайте посмотрим хлебные крошки ссылка 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 название где здесь джаваскрипт джаваскрипта здесь нету ну у некоторых правда есть ладно поджинация разбиение на несколько страниц нашего материала лейблс и это метки проще говоря когда нам дизайнер нарисует заголовок с чем-то мы можем это использовать джамбатрон это условное название вот такого большого прямоугольного фрагмента встречающегося на основной части страницы page header это то что бывает в хедере страницы верхней части там дней лс ленивые разработчики которым дизайнер нарисовал товары в каталоге не заполненные картинками описания могут вставлять вот такие вот изображения alerts это заранее сверстанное уведомление и так далее прогресс бар это индикатор загрузки уже начинается интересно этот индикатор загрузки сейчас не требует джаваскрипта но без джаваскрипта он бессмысленным потому что он нужен для того чтобы показать на какой стадии мы работаем хотя некоторые могут возразить и сказать что при помощи печки тоже можно его показать однако при этом динамика будет уже не на стороне клиента идем дальше лист групп это просто список и дальше идет panels panels это просто вот панельки определенного рода тоже можно назвать это компонентом однако как вы видите опять же это просто несколько дивов объединенных единый стиль и в принципе то все как обычно чтобы разместить на странице мы должны их с вами скопипастить ну и формально я выполнил обязательство рассказать о компонентах а вот теперь поговорим о настоящих компонентах переходим в раздел джаваскрипт тут я вынужден буду немножечко замедлиться почему дело в том что фреймворк включает себя использование во первых библиотеке jquery то есть чтобы полноценно работать с вот этими компонентами вам нужно знать джаваскрипт на уровне как минимум джаваскрипта второго расширенного который идет у нас в центре а в идеале на уровне jquery для тех кто может быть не знает что такое jquery в двух словах это самая популярная библиотека в мире для работы с телом документа она решает многие проблемы которые на джаваскрипте втором решить можно но гораздо дольше чем хотелось бы так вот зная основные разметки bootstrap и библиотеку jquery мы можем переходить сразу же самым интересным фрагментом которые тут есть первый на мой взгляд заслуживающий внимание фрагмент это диалоговое окошко сегодня на курсе у нас сегодня javascript 1 стартанул в одну из групп когда слушателям показал всплывающий alert помним все операцию лет да они все были озадачены а один спросил ну а давайте сейчас посмотрим как его тимизировать то есть задать раскраску цвет кнопок рамку тень когда он узнал что никак он не был рад а что такое диалоговое окно модальное в данном случае это опять же набор дивов но обратите внимание эти дивы записываются в определенном порядке пару слов про структуру каркасом окна является диск классом модул фэйт также иногда советуются указывать роль окошек от почему зачем указываться роли мы уже в прошлом видео кратенько затрагивали дальше у нас идет дальше у нас идут вспомогательные классы и один из них называется модул контент соответственно модул контент это все что будет включать себя модельное окно модуль модул контент класс делится на модул хедер обратите внимание на название они очень логично прописан вы уже знаете что там находится в модул хедере что там находится там находится заголочная часть нашего окна дальше модул боди это содержимое нашего окна и модул футер это наши вот эти вот кнопки понятная идея вот в этом весь мысль но чтобы это окно у нас заработала обычно мы нуждаемся в том что а либо прописать вот такой вот статический код статический код где кнопка есть управляющие подобным окном чтобы кнопка могла это окно показывать надо обязательно у нее прописать атрибут дата тугу я напоминаю тем кто мог забыть что атрибуты с названием дэйта они придуманы в чтмл 5 для того чтобы отобразить свои собственные придуманные нами атрибуты соответственно тогул это дата дэйта тогу это атрибут чисто bootstrap овский а модул обозначает что он будет работать так как задумано в java скрипте самого bootstrap а дальше идет тот же самый код окна и соответственно как только мы его размещаем у нас получается что-то подобное тому что мы сейчас увидели ну я устал говорить поэтому мы сейчас будем с вами немного практиковать я долго думал как организовать нашу практику с вами из двух вариантов а именно скинуть всем zip-архив и работать с кода по на майо я выбрал второй вариант и так прошу любить и жаловать особенно тем кто ни разу не встречал сайт кодотом заберитесь пожалуйста куда кодотом а кто-то забыл выключить микрофон но я помог и создайте new пн вот такой вот новый карандаш новую разработку ну нам понадобится сейчас буквально 20 секунд на то чтобы подключить bootstrap значит напоминаю как подключается bootstrap смотрите в разделе java script вот здесь где шестеренка мы нажимаем вот так вот и потом говорим что мы хотим быстро добавить здесь quick-add левый нижний google диалогового окна самого кода пена что первым делом jquery ты дэнс у нас в описании появляется jquery все видят jquery отлично обязательно проверьте вас jquery должен быть подключен иначе все будет плохо дальше старым вариантом мы подключаем с вами не вижу не вижу кто-нибудь видит здесь bootstrap вот здесь вот уважаемые слушатели мы оказались перед дилемой у нас нету вот здесь есть разве у меня нет по 9 по и о хорошо я хотел уже идти на родной сайт и сидены выдеркивает нормально есть bootstrap и так первое это jquery второе это bootstrap следующим шагом мы говорим сэйв энд класс ну вообще-то у меня сейчас больше никакого диалога окна не выскочила потому что я уже залогини на qdp а вот у вас скорее всего выскочила вы скачал кнута дополнительно а сюда смотрите если выскочит дополнительное диалоговое окно то там внизу есть такая ссылочка как сохранить анонимно это этот вариант работает следующий шаг нам сами надо добавить css вот здесь вот забираемся в шестеренку css и выбираем быстрый выбор здесь вот есть bootstrap все или bootstrap тэнс вот у нас bootstrap css добавлю опять говорим сэйв ос есть такое ну а теперь мы проверяем установлен ли у нас bootstrap как мы это делать мы говорим h1 привет и нажимаем клавишу tab еще раз h1 фигурки привет курсор стоит в конце после фигурки закрывающей и мы вот тут нажимаем так развернули и если вы видите заголовок первого уровня записанный шрифтом без засечек очень вероятно что как минимум css у нас подключился благополучно понятно ли идея товарищи давайте договоримся если будут возникать вопросы слушатели в аудитории озвучивают их вслух громкая чатка а слушатели вебинара записывают этот вопрос в чат я постараюсь сразу не откладывая отвечать на эти вопросы итак у нас есть bootstrap теперь следующий момент bootstrap конечно это замечательно а как бы на посмотреть пример с тем же самым диалоговым окном мы забираемся в get bootstrap javascript и дальше в раздел model я надеюсь что у вас эта ссылочка открыта если не открыто что пожалуйста откройте и а потом вставляем вот этот вот фрагмент кода с кнопкой и самим модальным окном а я хочу предупредить что поскольку мы никаких колонок с различной шириной здесь не указали то с точки зрения геометрии у вас возможны всякие разные нюансы ну давайте посмотрим что получится мы забираемся вот сюда и чуть ниже при этом вставляем наш код скопипаченный из чего из bootstrap итак кнопка появилась а те самое интересное я нажимаю на ланч демо мод модалл и у меня появляется вот то самое окошко она уже умеет реагировать закрываться по нажатию на фон она умеет закрываться повод этому значку она умеет по класс закрываться а вот по сливу она ничего не делает вопрос на засыпку а почему они не сделали чтобы по сливу ничего что-нибудь не сделать да потому что это уже наша с вами обязанность закрыть закрыть и счел тут закрывать закрытие это одно а вот именно сейф это уже что-то делать так а куда делать то спрашивает витрий вот она сейф change поясню мы берем с вами кнопку которая сейф change она помечается ворова батон тайп батон мы прописываем ей класс либо идентификатор нужный а потом вспоминаем то о чем я говорил jQuery нам вручную нам с вами нужно взять jQuery навесить на эту кнопку событий по он клику и в этом событие в обработчике этого события написать если мы нажали то в этом случае что сделать выполнить сначала какое-то действие а потом опять все равно выполнить close закрытие нашего окна вот так это работает ну вообще-то говоря теряется немножко шаром от бедстрапа с другой стороны представьте себе что мы это вручную делаем это очень было бы долго у нас в чате возникает вопрос а как выполнить закрытие окна значит смотрите соответственно поскольку у нас с вами у наших элементов помимо помимо html них вариантов поймем помимо да этот адд это тогло и так далее у нас есть работа с этими компонентами через джелосквит соответственно ну опять же я я сейчас не совсем уверен что наши все слушатели прям знают jQuery хотя большинство наверняка знает вот мы можем выбрать наше окошко через идентификатор или класс раз обратиться к нему как компоненту модалл и передать объект options с нужной нам настройкой а в этой настройке указать например шоу сказать не true а например false и у нас соответственно по фолосу она будет закрыта а по true она наоборот будет открываться вот так вот так вот все просто делается ну и тут даже у нас примеры есть достаточно такие специфические вот они модалл модалл тогалл мы можем переключать открыто закрыто окно модалл шоу мы можем его открывать а модул хайт мы можем его соответственно опять закрыть понятная идея у нас уже два вопроса возникло дыка куда делать и как выполнять закрытие поэтому пожалуй к я наверно покажу как это делается и итак смотрите первым делом цепляемся за кнопку как зацепиться за кнопку у нас две кнопки они обе праймери вот видите да ну по-хорошему наверное надо сделать это так во первых у нас вот здесь вот есть май модалл это айдишно тогда я в java скрипте хватаю при помощи jQuery этот элемент ну тех кто jQuery не знает вы пожалуйста тогда спрашивайте что непонятно я по возможности поясню и так первым делом я хватаю наше окошко следующий вопрос а разве нам окошко надо схватить нам на схватить кого кнопку которая называется класс btn btn праймери эти вот так как ее схватить беру вот этот btn праймери у нас же она одна это кнопка и вставляю вот сюда говоря что это класс то есть вот на этой кнопке будет висеть у нас кто обработчик события я прям чувствую как становится неинтересно тем кто jQuery может не знать товарищи потерпите чуть-чуть потом будет интересно потом мы говорим он это означает мы навесим сейчас обработчик кстати говоря считайте что это отдельная реклама курсов по jQuery да и говорим что при нажатии при клике на этой кнопке btn праймери мы будем выполнять что мы будем выполнять функцию безымянную недавно заснимал ролик по безымянным функциям я надеюсь все следят за моим каналом кто нет сейчас буду канал еще рекламировать мы будем выполнять вот такую функцию вот так есть есть вот а теперь ну там разными способами наверное можно было бы обратиться мы скажем так вот здесь вот алерт да 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 я вы не ошиблись я использую сейчас очень плохой оператор вызова диалога окна алерт какая-то какая-то работа это какая-то работа у нас выполнилась так а после выполнения какой-то работы хотя смотрите что самое интересное происходит я беру это окошко вызываю вызываю у него плагин модалл вот так вот и говорю ему ну подсмотрев в документацию хайп спрячься пожалуйста не показывайся ну что ж я надеюсь вы уже дописываете этот фрагменте потому что я побежал пробовать вот она окошко открылась честно признаться всякий раз когда показываю примеры уже сто раз это делаю переживаю а вдруг она пойдет не так ладно рискнем нажимаю save change да шутка про не так не под не удалось она действительно сработала не совсем так как я хотел сейчас одну секундочку надо будет а еще один момент когда мы работаем с кодом panamaya нельзя расслабляться надо проверить надо проверить вот этот наш код он когда срабатывает до подключения jquery или после то что если после следа он не сработает давайте-ка я посмотрю одну секундочку так пока что я не вижу пока что я не вижу а меня поправляет не май модул а май модул неужели я допустил такую ошибку а точно ну вот вчера я переработал с зендовскими моделями и вместо модул написал да неправильно написал еще раз проверим значит вот тут модул и вот тут вот модул да спасибо спасибо большое олег да и так еще раз проверяем тынс какая-то работа тынс о спасибо да 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 из-за невнимательности все пошло не сразу как положено и так вместо алерта вы выполняете реальную работу с jquery или из обычного джаваскрипта или заякса а потом закрываете окно все вот так вот работает ну как понятная идея никто не уйдет теперь после этого вебинара и не скажет да там все просто по копипастили закрывали окошко понятно что у нас курс рассчитан не на асов а на тех людей которые только делают первые шаги или средние шаги в работе с бутстрапом поэтому если чувствуете что для вас это сложно или среднее это вебинар для вас а вот если нет то наверное может быть надо записаться на более сложный итак это было это была работа с модальным окном я ее сохраняю этот пример здесь останется в конце занятия скину тем кому будет интересно идем следующее посмотрим какие еще у нас есть интересные плагины которые могут заслужить внимание один из плагинов это дропдаун в чем идея дропдауна это выпадающая менюшка ну честно говоря использовать javascript в принципе для такого варианта не обязательно хватает только класса с названием дропдаун меню у списка сформированным определенным образом можно конечно через gs но это не очень я считаю во всех случаях может быть эффективно scrollspy если вы не слышали про scrollspy то он может вам в принципе пригодится смотрите часто разработчики любят делать странички которые называют одностраничники иногда если этот одностраничник занимает 3 километра и в конце есть кнопка купить их называют лендингами так вот часто делают менюшку в верхней части страницы которая перекручивает нас и всю страницу точнее к нужному месту и наоборот если мы прокручиваем страницу выделяется текущий пункт меню вот смотрите ситуация какая у нас есть три ссылочки 1 2 3 так или там две ссылочки или там просто каких-то обозначения я сейчас буду прокручивать курсором наш вот этот вот трекер смотрите что происходит раз-два раз-два у нас подсвечивается нужная часть то есть вы делаете одностраничник приклеиваете bootstrap связываете способом который описан чуть ниже в использовании и теперь человек прокручивая страничку может узнать к какому пункту меню та или иная часть относится как это делается с точки зрения чтм или css давайте посмотрим первое правило оно обязательно у нас у боди надо сделать чтобы был позишен рил этих какой по умолчанию обычно позишен бывает у боди такой кто помнит неправильно по умолчанию static у нас обычно у всех элементов идет static да, static идет а здесь надо обязательно увидеть посмотреть и сделать relative после relative надо сказать конкретно data spy scroll опять пользовательские атрибуты потом сказать data target navbar example вот кто опять же html вообще первым хорошо занимался помнит про такую штуку как сейчас секунду помните такая есть есть такой элемент под названием map кто помнит кто помнит про map а поясню есть html элемент карта картинки допустим вы берете школьную фотографию где вы со всем своим классом и хотите сделать так чтобы нажав на физиономию вашего каждого одноклассника открылась его страничка или у его блог в этом случае мы берем элемент map правильно и у элемента map и у картинки связываем их при помощи якоря здесь по аналогии сделано у data tag это идет что фактически ссылка на якорь вот он решетка navbar example а дальше идет div с перечнем каких-то пунктов и тут тоже идет navbar example и вот таким образом они эти вещи связываются скрипт смотрят по тому какие улы и лишки у нас внутри и прокручивает автоматом в нужной позиции в общем я советую рекомендую посмотреть такую замечательную вещь ну дальше табуляция стабуляции тут особо нечего сказать часто она бывает нужна особенно когда вы разрабатываете какой-то личный кабинет у пользователя вам нужно сэкономить пространство вы говорите вот тут настройки обо мне вот тут настройки какие-то там еще скажем там комментарии вот тут там настройки на сайте на самом и так далее как это работает указываем сначала юл с содержимым формат конечно юл специфический но ничего чем вручную писать лучше скопипастить взяли сделали юл прописали нужные классы прописали нужные ли у нас будет сколько раз два три четыре четыре вкладки так они же говорим раз два три четыре опять же это вкладки самим контентом нажимаем на ссылку переходим куда нужно ну я позволю себе сейчас это дело все скопипастить вот сюда пониже нашего диалогового окна вот раз и посмотреть тэнс 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 вот пожалуйста home profile message и settings это у нас дайте покажу материалы из списка вот они home profile message и settings а вот они где многоточие это сами фрагменты в профайле вот у меня текст в месседжи многоточие тут многоточие скучно да скопипастили получился табуляция чем тут еще рассказывать дальше тултайпы спрашивает Денис я сразу обещал отвечать на вопрос сразу отвечаю насколько сложно bootstrap скрутить например isp.net хорошие новости bootstrap скручивается с любым серверным языком программирования на ура потому что он является фактически представлением берете isp.net берете пил берете python питон берете руби все что хотите главное подключаете правильно ссылки на css на gs и у вас все будет работать все это просто фреймворк так что Денис после текущего занятия теперь по поводу тултайпов что такое тултайпы в двух словах если вдруг кто то не слышал это всплывающие однострочные или многострочные подсказки зачем они нужны ну иногда дизайнер нам нарисует иногда менеджер проекта скажет сделать например мы наводим на какое-то поле в форме или на какой-то значок при помощи глифа сделанный и у нас выскакивает вот такая вот подсказка она нам говорит либо что нужно сделать либо как это будет работать и так далее но честно признаться тут опять же из движухи ничего особенного интересного нету потому что достаточно атрибута тултайп и эта подсказка будет отрабатывать да единственный нюанс который надо помнить текст подсказки хранится в тайке вот это вот очень интересно вот я делаю тултайп он лифт он берет вот отсюда понятная идея главное не забудьте тайтл прописать ну ладно так ну по поводу али а по поводу алертов вот это очень интересно в компонентах когда мы там смотрели раньше есть алерт это такие просто дивы подсвеченные а вот в джаваскрипте алерты это вот такие окрашенные дивы но содержащие кнопку закрыть очень классно мы нажимаем закрыть она у нас пропадает и что и все и больше нету зачем эта штука нужна те кто приходят разрабатывать разрабатывать скажем там на печке да они бывают делают такой код который при нажатии на ссылку должен человеку показать уведомление что операция выполнена а потом закрыться никогда не показываться через сессии это реализуется вот это случай использования у нас возникает вопрос у нас пишет любовь а что если мы хотим изменить внешний вид подсказки сделать ее не черной а зеленой отлично значит во первых когда мы работаем с подсказками мы можем попытаться использовать классы которые есть в самом bootstrap они обычно так и называются там в этом цвет какой-то а можем поступить так как поступают те кто обычно самостоятельно учит и бьется с bootstrap а именно когда вы прописали все стили для bootstrap а когда вы вызвали эту подсказку ниже перекрываете нужным стилем нужным цветом вашу подсказку ну поскольку опять же вопрос возник я хочу пример показать да а поскольку я ленивый то я покажу пример прямо вот вот здесь прямо на живом варианте смотрите она черная я говорю просмотреть код забираюсь вот сюда видите он btn default да так это бэграунд это немножко не то это уже у нас что это сама кнопка так где подсказка то так как же мне ее достать смотри не достается сейчас попробуем сделать так сейчас попробуем сделать так что если я ее а я ее сейчас в автомате даже и не уберу да получается одну секундочку так одну секундочку так 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 а сейчас еще раз просмотреть код раз навел так а где он у меня в этом самом то где он у меня среди элементов он видит видит его раз 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 ах он такой сякой он у нас не хочет показывать товарищи я вас поздравляю ситуация становится гораздо интересней сейчас 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 давайте подумать значит если я сейчас возьму этот батон и кину его к нам в bootstrap вот сюда у нас по-хорошему он появится чтобы он у нас появился справа я вот тут пишу right так и он у меня так так не понял отчитываю мне показывается не целиком не понял еще раз бтн бтн дефолт это тагл тот который справа показываться должен вот так а у меня он показывается как-то кривовато что-то не срабатывает ну-ка ошибки показывают у нас так ошибки какие-то есть давайте посмотрим что за ошибки консоль my model так я же справил уже или что он у меня осталось что ли во второй строке my model почистим 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 и напишем какой-нибудь текст типа write так посмотрим что у нас там получилось вот здесь вот текст изменился вообще подсказка не срабатывает так приходится делать выполнять тяжелую интервью раз он у нас не хочет сам идти мы ему сделаем вот вот так давайте мы ему зададим java script вот сюда пониже так а вот он отработало так так львовь мы на пути к своей цели уже а вот он у нас идет а теперь нам надо найти элемент который будет у нас отвечать вот за за что за появление вот этой вещи а поскольку он у нас а поскольку он у нас должен быть связан с нашей кнопкой я думаю что он должен появляться внутри а раз он должен появляться внутри мы можем попробовать сделать так берем наш data toggle tool type это наша кнопка вот так вот раз берем дальше так что мы там дальше нажимать вообще а звездочку вот так вот звездочку все помнишь что это за селектор да так все помнят что это за селектор внушаю это любые элементы которые внутри я ж не помню как я ж не знаю какой там спан или див там идет вот здесь вот говорю background color а вот здесь говорю зеленый так как там зеленый c нет не c так f5 и не не прокатило все-таки там какой-то другой элемент сейчас еще вот так с импотом там попробую импотант импотом не пробивается вообще не пробивается что тут не пробился что там не пробился ну-ка а вот если я через этот посмотрю а вот смотри о смотрите вот тут я немножко видимо поспешил у него в примере написано что он идет как tool type inner видите вот он вот он видите tool type inner вот он tool type inner я беру этот класс tool type inner все дело пошло так как там он еще называется еще раз класс tool type inner и в принципе могу даже вот вот просто вот вот так сделать . tooltap tool type inner и опа он зеленый в режиме онлайн ну почти быстро почти сразу показал не сразу а с зеленый tool type и так далее просто мы перекрываем один из классов отлично у нас следующий вопрос в чате ярослав задает есть ли в bootstrap базовый каркас сайта желательно адаптивную или только отдельные модули товарищи в bootstrap есть очень многое вот если вы зайдете на главную страницу ярослав я отвечаю сейчас на ваш вопрос главная страница сайта то либо в давно bootstrap вы можете скачать набор уже готовых компонентов в том числе заготовок для страниц либо если ниже опуститесь совсем пониже 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 вот тут есть каркасы для каких-то наработок пожалуйста вот он каркас очень узенькой страницы с переходами со всем остальным вот он каркас который я использую на своих страничках пожалуйста логин пароль зайти jambotron там три заголовки и так далее то есть вот таких вот вещей очень много а если вам этого мало если вы хотите уже сразу что-то готовое вы можете не на родном сайте bootstrap а зайти на какой-нибудь сайт типа vrap bootstrap bootstrap.com и купить за символическую стоимость опять же написанные в формате bootstrap разные либо панели управления либо внешние странички вот открываю какую-то страничку 4 доллара я думаю даже после особого повышения это не будет вам заметно пожалуйста эта страничка создана на bootstrap вот она вот она ну там все дизайн подгружается так что да можно ответ можно и другие тоже базовые использовать вещи так мы идем дальше следующий момент это из того что я хотел показать ну честно говоря насчет кнопок тоже не особо на мой взгляд интересно ну пару слов пару слов есть такая штука как кнопки мы на прошлом видео мы в прошлом вебинаре говорили как с ними работать тут добавляется следующая вещь мы можем имитировать реакцию загрузку чем отличается от того что мы в прошлом видео смотрели ничем просто тут еще показывается кусочек джаваскрипта готового джаваскрипт не знаете просто копипастите хотите что-то изменить не получается учите джаваскрипт выхода особо нету дальше коллапс ну я надеюсь опять же все помнят что такое коллапс что такое коллапс вспоминаем черную звезду просто там космический объект экономику коллапс это схлопывание если вам нужен эффект когда схлопывается какой-то фрагмент текста и рядом находится пояснение прописываете кнопку или гиперссылку а рядом прописываете дифф соответствующим классом коллапс и он будет схлопываться ну вот как-то так ну и еще один момент о котором я на самом деле хотел поговорить тут недавно мне и письмо писали говорят Алексей внимание вот письмо такое не знаю html не знаю javascript знаю dreamviewer как только кто-то говорит что он знает dreamviewer но не знает html становится страшно ну ладно вопрос научите меня использовать чужие слайдеры ну как научить ну копипастом научу короче в bootstrap есть вот такой замечательный вариант со слайдером человек который спрашивал у меня научу ли я вас чужие слайдеры используются очень просил адаптивные слайдеры научиться делать вот он готовый слайдер все ничего больше не надо вы копипастите вот здесь вот и все и так я беру вот этот вот слайд слайдер ну как лучше прямо здесь на живом показать или в свой вставить как давайте я здесь на живом покажу а никто не против заранее фотошопе нарезаю изображение одинакового размера ну тут ограничение надо чтобы эти картинки были одинаковым размером где взять сейчас картинки с одинаковым размером известно где на каком-нибудь знакомом сайте например специалистру да простят мне дизайнеры специалиста.ру ой какая красивая картинка 1 сентября копирую отсюда юрл захожу на bootstrap вот сюда открываю просмотреть код а если бы мы сейчас не здесь делали то мы бы вставляли в кодопы на ее или в свою html и вижу вот тут что посмотрите внимательно что я тут вижу вот такую вещь ну для тех кто у нас не был на html2 поясняю картинки можно вставлять если записывать в src не просто адрес а data image svg и другие вещи то есть картинка внедрена в html не по прямому ссылка а напрямую нам это не надо я удаляю то содержимое и в src вставляю изображение тывенс ой на сайте bootstrap а с первым сентября откуда они знают но при этом смотрите он же адаптивный он то подстраивается каждый раз под картинку вот почему я говорю одинаково размеры картинки видите а сейчас так раз и уменьшится ну ка давай покажи слайдер поехали ну поехали он в шоке да походу он в шоке раз нажимая и он уменьшился я не я не устаю я перехожу на что тут везде парочки какие-то я перехожу на следующую картинку говорю просмотреть код и вставляю вторую картинку следующий фрагмент я перехожу на следующую картину и говорю копировать юру и вставляю в третью картинку вот здесь вот вот сюда просмотреть код и вот так вот раз в итоге у меня получается замечательный слайдер зацените кнопка вправо кнопка влево стандартные кружочки которые на слайдерах бывают вот я перехожу к этому слайду вот я перехожу к этому вот они работают все ровненько не надо программировать вручную опять я не призываю всех не учиться программировать я призываю если у вас горит проект использовать bootstrap компоненты а не писать их с нуля потому что с нуля пока напишем время вот такие пироги а сама структура очень простая этого компонента карусель 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 раз дальше индикаторы это вот вот эти вот кружочки которые у нас соответствуют номерам изображений а дальше диф карусель инер листбокс и изображения снабжаемые какими-то заголовками если вдруг это нужно все у нас появляется вот такой замечательный слайдер причем самое интересное если вы изображение сделаете большими а этот слайдер будет вставлен в колонку с большой шириной то он автоматом весь растянется на всю страницу и не надо что писать вот такие дела товарищи ну вообще-то все что хотел основной рассказать я излил поэтому мы переходим сейчас к вопросам я надеюсь они появились итак первый вопрос у нас задает Денис Денис спрашивает внимание вопрос а что делать если html структуры элементов которые генерируются на сервер например элемент меню не соответствуют html структуре навбара ответ сделать так чтобы соответствовало то есть тут вопрос такой либо мы хотим использовать bootstrap и мы соответственно начинаем структуру такую же делать либо не хотим и тогда у нас получается то что получается в некоторых случаях Денис там бывает ситуация такова что если аккуратно классы проверить вставить то бывает иногда без некоторых классов некоторые элементы продолжают работать но это уже на свой страх и риск надо следить вдруг при обновлении bootstrap у нас все все сломается понятно да ну а так иначе никак либо сохраняем структуру либо нет Ярослав задает вопрос спасибо а слайдеры для баннеров 468 на 60 есть для ротации баннеров на сайте а слайдеры для баннеров нет к сожалению встроенного слайдера для баннера именно у нас особо нет но мы опять же можем использовать текущий слайдер в принципе какая разница какой слайдер использовать правильно да смотрите 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 вот сюда я беру и говорю например не знаю получится по живому здесь срезать или нет но я хочу получить смотрите предположим вот это слайдер 468 на 60 представлю да что мешает нам что мешает нам вот эти вот штуки убрать видите это что у нас элементы списка я беру вот этот all и говорю delete элемент нет элементов списка а он продолжает крутиться понятно сейчас проверим сам крутится убираю руки и он сам крутится вра шаг номер первый сделал теперь если вдруг вам нужны баннеры так чтобы человек вот эти штуки не прокрутил мы узнаем что это такое вот он спал спан глиф айкон райт и аккуратненько делить им этот фрагмент и аккуратненько делить им вот этот фрагмент убираем руки зажимаем пальцы и все работает все у нас бань у нас слайдер для баннеров есть делайте баннеры и пусть у вас по ним кликают покупатели и оставляют деньги на вашем сайте я разлагает точняк спасибо ну вот пожалуйста используйте на здоровье так андрей задает вопрос а можно ссылку на канал андрей как бальзам на душу конечно ссылка на канал youtube.com html лапру еще раз youtube.com html лапру в чат кину чтобы не тратили время на написание а вот товарищи буду рад любым комментариям замечаниям пожеланиям приветствиям веду с 1 декабря после того как в одной группе спросил у слушателей как лучше вести обучение наверное процентов 90 проголосовал а почему вы не сделаете канал на youtube я рискнул как подсказывает время я не пожалел потому что канал помогает быстро сослаться на какое-то видео которое человек потом может просмотреть а поскольку я только тестировал его начинал 1 декабря то первые ролики были по бутстрапу еще тогда задумал поэтому кто хочет вернуться и увидеть то о чем была речь в прошлом вебинаре в принципе вся тема размазана по вот этим вот роликам поэтому добавляйтесь лайкайте если будет интересно или задавайте вопросы чтобы еще заснять я постараюсь самые интересные вещи посмотреть а так мы возвращаемся еще спасибо спасибо большое уже несколько подписчиков плюсом оказывается я раньше не знал для автора канала на ютюбе очень важно количество подписчиков поэтому я теперь как все я радуюсь когда добавляется новое да 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 а потом еще да еще и плюшки могут быть я возвращаюсь к компонентам есть ли еще вопросы по компонентам пожалуйста если есть их можно озвучить а где 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 именно афикс позишен фикс честно признаться даже именно этот компонент еще и не видел так что даже не могу прокомментировать а мы сейчас сразу разберемся ну-ка афикс плагин компонент переключает фикс в офф или в он и эмулирует вариант позишн стики ну что только стики я еще не пробовал используется для сап навигации а смотрите смотрите помните на канале на специалистру типа вот такой вещи есть смотрите на вот эту менюшку я прокручиваю раз и она приклеилась то есть как вот стикер приклеивается можно делать навигацию но честно признаться я ее не пробовал сам вручную ни разу поэтому к сожалению вот именно быстро на лету такую показать штуку не могу так у нас вопросы идут Денис говорит расскажите пожалуйста об атрибуте role роль ну пару слов потому что в прошлом видео мы говорили роль используется для того чтобы некоторые устройства типа книжек электронных там или еще чего-то таких гаджетов умели понимать о чем идет речь в том или ином компоненте они иногда понимают есть определенные стандарты которые позволяют разрулить и устройство эти стандарты знают вот как то так Ярослав задает вопрос а с параллаксом вы встречались Ярослав честно говоря вот на уровне демонстрации чужих вот есть параллакс на картинке что-то бегает в своей практике мне еще ни разу никто не озадачил его делать и поэтому я не знаю но в случае если будет интересно почему бы нет рассмотрю покажу говорит Олег спрашивает Олег есть ли в бутстрапе плавная прокрутка Олег я понял ваш вопрос о чем речь идет честно признаться я именно в бутстрапе плавной прокрутки не встречал не означает конечно что я понял я понял да нажимаем он плавно перекручивается не означает что ее там нету но я что-то не припомню по-моему по-моему нету надо надо смотреть надо смотреть плавная пара ну и все я взял на заметку ну-ка может быть то есть только транзишен нет транзишен это просто анимационные эффекты значит буду в следующих видео планирует когда-то рассмотреть если интерес к этому есть спасибо за вопросы ну что ж уважаемые слушатели я всех очень благодарю потому что вообще вебинары наши проходят благодаря двум вещам благодаря нашему рекламному отделу который заставляет преподавателей рекламировать наши курсы а во вторых благодаря вам уважаемым слушателям потому что если бы не было слушателей которые заинтересованы в тех или иных темах я бы и не рассказывал о этих замечательных вещах я очень надеюсь что вот мой быстрый рассказ о бутстрапе вам пригодится если у вас будут какие-то предложения по вебинару по будущим роликам по роликам на канале особенно то вы можете задавать их при встрече мне либо на мой е-мейл специалистру помните я говорил всем и всегда говорю что на вопросы по на е-мейл я не отвечаю в последнее время да а вот на предложение я всегда реагирую поэтому задавайте вопросы пишите и я буду постараться на них отвечать пожалуйста еще вопрос как он jQuery UI я хотя и веду курс про jQuery UI их еще ни разу не скрещивал вот единственное что быстро приходит в голову какая там проблема может быть надо постараться не составить проблему не подключив два jQuery то есть однажды я столкнулся с проблемой нечаянно это получилось я для одного и того же bootstrap подключил два jQuery у меня часть плагинов просто отвалилась а соответственно когда часть плагинов отваливается то нижний jQuery перекрывает верхний у нас конфликт имен и проблема ну а так ну да конечно смотрите я сразу заброс дружит ли joomla bootstrap можно ли совмещать значит еще раз joomla это у нас у cms есть темы что такое темы все знают поэтому берем joomla берем API тем как они устроены и навешиваем bootstrap практика подсказывает что у каждой cms даже уже есть готовые темы построены на тех или иных фреймворках поэтому я больше с друпалом вообще раньше работал но я не сомневаюсь если мы сейчас наберем joomla тема bootstrap у нас выскочит сразу тема на bootstrap поэтому нужно будет только сразу добавить нужные классы и все а Сергей добавляет что базовый шаблон последний joomla использует joomla не понял подождите секунду это как bootstrap в смысле да базовый шаблон joomla уже использует bootstrap ну вот пожалуйста вот очень удобно теперь последняя фишка кроме bootstrap есть еще и другие фреймворки один из них foundation можете его также посмотреть там тоже очень много разных потрясающих вещей там очень много потрясающих вещей так ну и последний вопрос я там немножко его сразу пропустил вопрос у нас денис задал семантическая разметка bootstrap каким-то образом реализована ну насчет семантической разметки в bootstrap кроме ролей особенно сильно похвастаться я не могу ничем потому что ни хедера ни футера ни артикла таким вот явным способом зашитым в компоненты не встречал их нету но если вы будете их сами использовать и добавлять классы bootstrap это все будет работать так что как-то вот так ну что я всех благодарю нас целый час зажил на вебинар будут вопросы пишите всем всего доброго и до новых встреч 개를 тут и а и и и и и Продолжение следует...